Будь скромнее, именно так можно описать основной посыл Торы. Мы сейчас заходим в синагогу. Локти, колени, щиколотки прикрыты. Женщина должна быть в платье, у мужчины обязательно должна быть покрыта голова. Уж Василий не знаю, он у нас в кепке считается это или нет, но мы сейчас уточним. На экскурсии в Хабаровской синагоге мы узнаем секреты еврейского народа. Не все евреи об этом знают, кстати. Приблизимся к сакральному. Открыть нельзя, это свистое место. И удивительному миру Ближнего Востока. Я видела взрослых, которые падали в оморок. Есть такие правила цнеюта, правила скромности. Во-первых, у нас по закону мужчина не должна одеваться как женщина, а женщина как мужчина. Да, поэтому девочка должна быть в ебочке. Вась, хорошо, что ты сегодня. Да, и мальчики в брюках, а не наоборот. При этом голова мужчины обязательно должна быть покрыта круглым головным убором. В современном мире это часто бывает кепка. То есть Василий у нас остается? Все правильно. Все, проходим. В молельный зал синагоги помолиться приходят только мужчины. Женщины делают это на втором этаже. А у этого возвышения в центре раввин читает Тору. Впервые в этом месте еврей появляется не ранее, чем на восьмой день после рождения. Малыша приносит мама на обряд заключения завета со Всевышним. Обряд обрезания называется бритмила. Его так торжественно передают из рук в руки. И в центре сидит почетный человек, который выбран для того, чтобы держать младенца на руках. Он такой на подушке. Он держит этого младенца во время обрезания. Такое красивое кресло. Бритмила проводится специальным человеком Маэлем. Как еврей он знает все религиозные тонкости, а как человек, проводящий операцию, хирургические моменты. Иногда мужчины других вероисповеданий делают эту процедуру по медицинским показаниям. Часто бывает медицинское обрезание. И если было сделано медицинское обрезание, человек пришел к вере, и он хочет, чтобы было еврейское. Ну, надо чуть-чуть подправить. Все равно есть какое-то дополнительное вмешательство. Ну, я не знаю, насколько это достоверно, но я такое читала как-то, что в английском королевском доме обрезания делаются у принцев всегда. И приглашают именно Маэля. Потому что евреи считаются большими специалистами именно в этом вопросе. Рука набита? Да. На Дальнем Востоке постоянного Маэля нет. Он приезжает, когда набирается запись. Из Хабаровска он продолжает турне по другим городам. Анестетики для малышей не используются. Для них соску окунают в кошерное вино. В общем, все младенцы спят. Спят и сладко пришмокивают. Я еще не видела ни одного кричащего младенца. Я видела взрослых, которые падали в оморок, но не видела ни одного плачащего младенца. Сейчас мы направляемся в место, о котором даже не каждый хабаровский еврей догадывается. Правда, внутрь входить в нашей съемочной группе Равин в итоге не разрешил. Юлия, ну раз уж входить туда нельзя, опишите, как это выглядит. Ну, это бассейн. Да, это бассейн, очень небольшой бассейн. Но это непростой бассейн. В нем должна быть не водопроводная вода, а природная, живая. Талый снег, дождь или вода из открытого водоема. Резервуар, от которого идут трубы вниз в подвал, в котором находится наш бассейн, наша миква. В современной микве достаточно небольшой концентрации воды естественного происхождения. Ее смешивают с водопроводной. И там перемешиваются, чтобы стать настоящей кошерной, пригодной для использования миквы. Евреи живут практически везде, но не везде есть миквы. Поэтому священное мовение издревле проводится в любой реке, море, океане. Представляете, в России зимой... Мы-то представляем, крещение у нас, знаете, когда? 19 января? Очень хорошо. Вот та самая дверь в микву. И здесь у нас находится... Не все евреи об этом знают, кстати. А мы знаем. Да. То есть рассказывать мы об этом можем. Не до этого места не доходят. Очень долгое время миква Хабаровской синагоги была единственной на Дальнем Востоке. Относительно недавно появилась и в Биробиджане. Так я думала, наоборот, по идее, Биробиджан должен быть законодателем, но все-таки еврейско-автономная область. Вот, оказались мы. Обряд, который невозможно ни фотографии, ни видео нигде найти. И сейчас даже никого там нет, все равно нас сюда не впускают. Этот обряд мы знаем как для мовения невесты. Или это... Нет, не только. И мужчины, и женщины ходят. Мужчины могут приходить сюда перед каждой торжественной молитвой. Хоть каждое утро в праздничные дни. Этот обряд, это как вот мы с мужиками, каждая 29-я. Нет, не так. Это баня. Там есть, кстати, парилка? Парилки нет. Но сейчас в современной микве могут устроить... Я встречала, я видела вот такую зону отдыха, где можно попариться. В Израиле, например, есть большие общественные такие миквы, где множество бассейнов. А есть общественные? Да, множество комнат, да, таких, где готовишься к этому бассейну. Скрабирование? Да. Массаж? Безусловно. Особо религиозные девушки посещают микву раз в месяц. Это связано женским циклом, чтобы чисто явиться мужу. Еще популярной традицией является омовение невесты. Делают микву безумно красивой. Ведь туда же приходит действительно невеста перед свадьбой. В это время ее сопровождают специально обученные люди, которые наблюдают, чтобы каждый волосок ушел под воду. В синагоге есть и другие потаенные уголки, недоступные для общего пользования. Это Аронакодыш, шкаф святой, в котором находится тоже книга, написанная на пергаменте, свиток Торы. Любой может обойти и взять эту книгу, почитать или нельзя? Просто так Аронакодыш открыть нельзя. Это святое место. Святой шкаф открывает раввин только во время общественных чтений Торы. И каждый присутствующий должен поцеловать пергаментный свиток. Вообще, еврейский народ настолько почитает книги, что даже выкидывать их запрещено. Их захоранивают. Прямо по-настоящему захоранивают. Но я в своей жизни в синагоге, в Санкт-Петербургской синагоге, была в таком сакральном, таком интересном месте. Под такой лесенкой винтовой поднимаешься наверх в, по-моему, это называется, гениза. В такую комнату, знаете, она такой чердак пыльный, где лежат пыльные-пыльные книги. Но это производилось впечатление. Когда гениза наполняется, книги закапывают в землю. Так же, как и записки, которые оставляют в стене плача. Более 300 лет каждые полгода около миллиона мелких сверточков вывозят на еврейское кладбище на Масличной горе. В Хабаровской синагоге свиток Торы появился лишь несколько лет назад. Очень щедрый дальневосточник сделал такой подарок. Эта вещица дорога как с духовной точки зрения, так и с материальной. Средняя стоимость сакрального свитка – миллион рублей. Для производства пергамента нужна кожа кошерного животного и ни одного. Переписывается Тора несколько десятков лет специальными чернилами, выполненными по древнему рецепту, и специальным человеком. Перед каждым написанием текста этот человек должен омыться в микве, про которую мы уже говорили, после чего он тщательно выводит каждую букву пером. Вот такие удивительные вещи хранят в себе синагога и еврейский народ. Это была программа Хабаровскмы. Хорошо, что нас много, и мы все очень разные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!